Вот так вот ездил я и приехал. Поменял рулевые и началось. За день миллиметр новой резины сожрал мой Таврус. Машина клевая. И вот я поехал на регулировку развала. Знал бы, что здесь, поехал бы сюда. Да потому, что здесь именно 3D. И сейчас объясню. На моей-то памяти было много чего. Помнится, все начиналось от линейки. Затем развесовки по осям. Затем лазер. Затем 2D. И вот 3D. Здесь вообще вешать ничего не надо. Компьютер все решит. Ну и база-то. Посмотрел внимательно. В базе все то, от чего начали двигаться и заканчивая последними новинками. А есть возможность и новые подкачать. И при этом, внимание, цена вопроса, как и везде в городе. И почему бы не приехать в центр города, в школу ДОСААФ, в бокс номер 33. Я все-таки сюда приехал. Я здесь обучался на права. Эта территория ДОСААФ. И здесь я вижу абсолютно все новое. И вот за вами трехмерный стенд. Так он получается? Это стенд по отриберной технологии. Есть фирма Хоффман. Немецкая фирма. Данный стенд чем отличается именно? Он отличается в точности подсоциирования каждого колеса. То есть в данном случае нам важнее. Чем точнее подсоциирование колесо, тем точнее мы можем сделать развал. То есть все отличия стендов именно в точности подсоциирования. То есть на заре эпохи были лазерные стенды. Дальше пошли псевдо 3D. 2D были. Сейчас 3D. То есть это система с зеркалами. Две сидящие камеры. Инфракрасные датчики. Которые освещают зеркала. Отражение ловится камерами. То есть в принципе машина не требует установки на ровную площадку дополнительно выровненную. Не требует каких-то дополнительных манипуляций. То есть не требуется вывешивание оси для компенсации. И соответственно сокращается время. Самое проведение операции развала. Данный стенд установлен на подъемнике Бен Пак. Подъемники это американской фирмы. То есть полностью сертификация европейская. Американская сертификация проходит. Данный подъемник поднимает 6,5 тонн. То есть в принципе мы имеем возможность делать коммерческий транспорт. Длина этого подъемника с перестанными платформами позволяет тоже делать коммерческий транспорт. То есть Мерседесы, Ситроены, Пежо. Все что длинно-длинноплатформенное. Бизнес Газели, все Газели. Все абсолютно все делаем. То есть бизнес транспорт, коммерческий транспорт. Все делается. Легковой транспорт, все делаем Я еще обращаю внимание, посмотрите, какие потолки-то высокие Много чего можно сделать А сколько стоит, допустим, по осям? По осям легковой транспорт 500 рублей ось стоит Есть исключение, это именно Деонексия 300 рублей Так как там делается схождение, именно для Деонексии на санкции 300 рублей То есть это самое дешевое в городе Все остальные иномарки 500 рублей ось Коммерческий транспорт от 1000 ось зависит от того, что делается То есть газели мы делаем, фиксированная цена 500 рублей Соболь фиксированная цена 1000 рублей Иномарки от 1000 рублей Зависит от того, что нужно будет делать То есть не на всех иномарках выставляются все три угла Допустим, где-то делается схождение, это будет дешевле Где-то выставляется схождение, развал кастера, это будет дороже То есть мы пойдем навстречу, если вам не нужно полный развал То есть какие-то нюансы убрать, мы вам сделаем скидочку Приезжайте Я честно так и не понял, почему человек, который рыком меня перекрывает Не работает на телевидении Это я да пока соображу, затем напишу Естественно смонтирую, трачу это времени в разы больше, чем тот Кто очень быстро говорит и еще быстрее делает И вот ведь судьба телевизора Найти в боксе 33, что здесь в школе ДОСААФ такого человека И вы тоже поймете После того как приедете сюда Причем необходимо это сделать с момента покупки автомобиля на рынке Машина может и быть красивой, но жрать резину то Восстанавливаем расход по осям и далее едем При этом восстанавливаем углы и понимаем, что это делать надо-то здесь Я это место знаю очень-очень давно Дело в том, что в этом месте меня учили на права Обучался я здесь в 1989 году Представляете, какой я старый человек, да? Я уже не знаю, сколько времени моим правам Вот, и получила свои права за два дня до своего дня рождения А потом уже просто было клево Когда мне 18 лет и у меня нормальные права Но сегодня сейчас здесь немножко все по-другому Хотя в этом месте я еще и раньше обучался Дело в том, что здесь было место, где меня учили вождению на самолет К сожалению, не получилось А сегодня, ну вот видите, все то, что ранее было с нами Но мы-то всегда не за этим приехали Нам же все-таки необходимо поставить себе замечательные колеса Тем более, что скоро у нас будет зима А где же колеса-то поставить? Мы проезжаем вот сюда, бокс номер 33 Сегодня, здесь и сейчас вам меняют ваши замечательные колеса А еще здесь еще и вам сделают развал схождения По методу 3D технологии